В Уссурийском районе была обезврежена банда взломщиков-грабителей, которая долгое время вносила дома и квартиры уссурийцев и имела на своём счету уже более 12 квартирных краж. Злоумышленники средь бела дня проникали в жилище в отсутствие хозяев и под видом грузчиков выносили оттуда все ценные вещи. Преступной группе долгое время удавалось скрываться от правоохранительных органов, пока в дело не вмешался председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин. Изучив записи с камер видеонаблюдения, председатель поставил задачу во что бы то ни стало обезвредить преступную группу. Я не понял, это что за два тела у нас в городе беспредел устраивают. Найти и размотать их в срочном порядке. Выследив по городу автомобиль злоумышленников, сотрудники полиции прибыли на предполагаемое место преступления, чтобы взять преступников с поличным. Работаем. Лишив злоумышленников возможности скрыться с места преступления, сотрудники полиции без труда смогли произвести задержание банды грабителей. Выяснить преступные мотивы задержанных помог Виталий Наливкин. Че это такое? Машинка стирательная. И куда вы ее тащили? В машину. Да нету больше вашей машины, утилизировали. Сразу после задержания было установлено местоположение склада, в который злоумышленники свозили всю украденную бытовую технику с целью последующей сдачи на металлолом. Ну-ка объясните, откуда это взялось? Что ты на меня так смотришь? Это все ворованное. Я вижу, что это все ворованное. Приобщив к материалам дела показания злоумышленников, Виталий Наливкин поставил задачу отсортировать содержимое данного хранилища. Направив задержанных в район отдел полиции, председатель распорядился изъять из данного помещения украденную бытовую технику с целью последующего возвращения жителям Уссурийского района. После изъятия транспортировки вся бытовая техника была возвращена уссурийцам в полном объеме. После чего довольные владельцы смогли забрать свои имущества и поблагодарить председателя за проделанную работу. Больше вот это вот у вас никто не украдет. Вернув жителям города их электроприборы, Виталий Наливкин также напомнил о выгодной акции зеленой утилизации в магазине «Эльдорадо», которая позволяет не только получать скидки на новый товар при сдаче старой бытовой техники, но и поддерживать чистоту окружающей среды за счет правильной переработки электроприборов на специализированных перерабатывающих предприятиях. Теперь все будем утилизировать только через «Эльдорадо». Председатель также добавил, что данная акция «Зеленая утилизация в Эльдорадо» продлится до 2 ноября и в будущем будет проводиться на постоянной основе.